Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам мы начинаем новый, но важнейший плейлист «Английские слова в контексте по различным темам». И у нас с вами практика. У нас с вами урок первый, английский язык. Вы помните, у нас с вами есть легендарный плейлист. Практическая грамматика английского языка с нуля, урок первый. Видите, у нас здесь с вами есть, соответственно, урок и упражнение. Вам это очень понравилось. Здесь аналогично, но у нас с вами здесь будет акцент именно на словарный запас по различным всевозможным темам, друзья мои. И, соответственно, также я буду вести подсчет слов. И вот задумано, что в первом уроке вы пройдете около 100 слов. Соответственно, я не буду говорить, сколько будет уроков 100, 200, но вы сами можете предположить, какое количество слов будет вами отработано. Вы будете все именно отрабатывать. И, соответственно, также эту версию я планирую выкладывать только на английском языке. с английскими объяснениями на нашем втором международном канале English Professionally, в котором активно развивается. Также есть там легендарные видео. Видите, например, 250 фразовых глаголов и другие. Видео вы можете смотреть по плейлисту. Очень удобно. И вообще я вам рекомендую включать наши плейлисты как фон. Этот плейлист. Также это английские слова в контексте, практика. И, друзья мои, давайте с вами начнем работу в нашем формате. Итак, как мы с вами работаем? Напоминаю. Значит, соответственно, тема у нас английский, и мы переводим English. Ваша задача переводить. Вы должны сами говорить, а не просто воспринимать уже какую-то готовую информацию, друзья мои. У нас с вами есть также плейлисты английские слова с грамматическими пояснениями. 10 тысяч английских слов. Это тоже все очень полезно. Но эти слова в основном полезны тем, кто хочет освежить в памяти. Если же с нуля заново, то лучше разбирать именно в таком формате, когда вас вы активно переводите. Итак, первое, соответственно, предложение. Но начнем с простого. Итак, я хочу выучить английский. Как вы скажете, я хочу, I want, выучить. Значит, выучить английский – это фраза learn English. Но мы с вами знаем общее правило двух глаголов. Мы с вами говорили. Если два глагола у вас идут рядом, то мы в общем случае разделяем их с помощью to. Мы с вами говорим, I want to learn English. Я хочу выучить английский. I want to learn English. То есть вы должны эту конструкцию запомнить, хотеть что-то сделать. Мы с вами изучаем именно английские слова в контексте, плюс делаем акцент на грамматику и также на разговорные фразы. Итак, соответственно, хотеть что-то сделать – это фраза, структура, конструкция want to do something. Я хочу что-то сделать. I want to do something. У нас также с вами запланировано, что вот к этому уроку будет еще дополнительное упражнение, где также можно будет проработать. Что я вам советую. I want to learn English. Это моя мечта. Это. Это будет it. Моя мечта, вы знаете, соответственно, my dream. Но мы с вами разбирали. Если вот вы помните в нашем плейлисте и в других плейлистах, мы будем повторить, что если нет глагола, то в общем случае во время present simple мы ставим форму to be. It is. It is my dream. Это моя мечта. Но, друзья мои, опять же, в разговорной речи мы обычно с вами используем сокращение и говорим не it is, а it's. It's my dream. It's my dream. Это моя мечта. Так, далее. Теперь скажем в прошедшем времени. Я начал изучать английский два года назад. Я начал. I. Значит, начать что-то делать. Значит, мы с вами используем глагол start. Start. I started. I started. Значит, я начал изучать английский. Как вы скажете дальше? Изучать английский. I started. Используем глагол learn. Получается, I started. Learning English. Сейчас поясню. English. Два года назад. Two years ago. Two years ago. И это время у нас, соответственно, видите, уже прошедшее простое время. Это время past simple. Это в прошедшем. И вот фраза с ago тому назад как раз указывает нам на это время. Значит, смотрите внимательно. Значит, у нас с вами есть два глагола начинать, если вы помните. Соответственно, у нас с вами есть start и begin. Но begin – это более формальное слово. More formal. Это более формальное слово. И обычная разговорная речь, начать что-то делать, мы именно используем конструкцию с глаголом start. И мы с вами говорим, друзья мои, очень часто слышим, как носители языка говорят. Соответственно, start – начать что-то сделать. Если вот неправильная форма, то это to start doing something. To start doing something. Начать что-то делать. To start doing something. Значит, у нас с вами идет именно инговая форма. Также встречается и, если посмотреть вообще статистику, также встречается и start to do something. То есть, в принципе, если вы скажете I started to learn English. То есть, есть разные варианты. То можно сказать to start doing something. И можно просто to сказать это. To start to do something. Опять же, начать что-то делать. Но я использую в основном эту фразу, потому что на мой взгляд она гораздо более чаще употребляется. И более ходовая конструкция. И поэтому не пугайтесь, если вы так говорите, это правильно. То есть, видите, глагол. То есть, видите, время past simple и глагол с инговой формой. I started to learn English two years ago. Но опять же, если вы так скажете, это тоже не ошибка. Но на самом деле, мне кажется, очень важно учиться так, как говорят в Англии или в Америке. И, как более часто говорят, поэтому я стараюсь включить и разные конструкции, грамматику и так далее. I started to learn English. Значит, в упражнениях у вас будет возможность отработать это. Далее. Я думаю, мой уровень около pre-intermediate. Я думаю, I think, мой уровень, my level, около, как сказать, около, там, около какого-то уровня. Это фраза about. И, соответственно, pre-intermediate – это уровень, который означает чуть ниже среднего. Pre-intermediate. Сейчас мы это поясним. Но все ли здесь правильно? Смотрите. Значит, здесь, смотрите, I think – правильно. Вторая часть предложения. Видите? Значит, мы с нами проходили. Если в общем случае, если в простом настоящем времени, если в настоящем времени, видите, в простом настоящем времени нет глагола. Видите, здесь нету my level – это, соответственно, подлежащее. Глагола нету. Соответственно, тогда мы ставим форму to be. Нужна форма to be. Какая форма to be здесь нужна? То есть, my level означает it, поэтому my level is about pre-intermediate. Окей. И еще. Значит, другими словами. Значит, другими словами он не элементарный и он не средний. То есть, он не элементарный и он не intermediate. Давайте с вами используем такую фразу другими словами. Как вы это скажете? Другими словами. Отличная разговорная фраза. Значит, другими словами это будет фраза, вспоминайте, in other words. In other words. Очень полезная фраза. In other words. Честно, я не очень понимаю, почему во многих учебниках, соответственно, нету достаточного акцента именно на разговорные фразы, на грамматические конструкции. Просто сухо даются слова, я это не понимаю. И именно важна практика перевода, чтобы вы сами говорили in other words. И отрабатывали в упражнениях. In other words. Он не элементарный. То есть, он не элементарный. Как скажем? Он не элементарный. Вот он это he. Но мы говорим про уровень, неодушевленный. Поэтому it. Поэтому получается it isn't. Соответственно, elementary. Он не элементарный. It isn't elementary. И он. And. Он неодушевленный. Об уровень укрепляем потом. And it isn't. Соответственно, intermediate. And it isn't intermediate. Okay? So, in other words. It isn't elementary. And it isn't intermediate. Okay. Давай с вами все повторим. И пойдем дальше. I want to learn English. Want to do something. It's my dream. I started learning English two years ago. Pass. Simple. Start. Begin. Is more formal. To start doing something. Or. To start to do something. I started to learn English. I think my level. Is about pre-intermediate. In other words. It isn't elementary. And. It isn't intermediate. Good. Next. Он между двумя уровнями. Он между. Он между. Он между. Значит, он, если неодушевленный, это это it. Значит, между будет, соответственно, between. Но мы сами вспоминаем, что, видите, нет глагола. Поэтому на автомате вы должны уже говорить форму to be. It is between. Но желательно не так, а именно краткая форма. It's between. Он между. Этими двумя уровнями. Он между. It's between. Этими. These. Двумя уровнями. Two levels. It's between. These. Two levels. Видите? These. Это именно множное число. Этими. These. These. Two levels. Далее. Я не могу сказать, что английский легкий. Я не могу сказать. Соответственно, я не могу сказать. I can't. Не могу. I can't say. Значит, can – это модальный глагол. Нужно запомнить структуру can plus verb. Значит, can плюс глагол без всяких to. Это очень частая ошибка студентов. Can't plus verb. Также. Без всяких to. То есть, это нужно запомнить. То есть, мы с вами говорили, что есть у нас общее правило двух глаголов. Мы все время почувствуем, что это общее. Но есть исключения, в частности, модальные глаголы. Мы с вами также будем подробно их разбирать. Они у нас разобраны в наших плейлистах. I can't say. Я не могу сказать. Что. Английский легкий. Что. That. Именно that. I can't say that. Что английский легкий. That English. Как вы дальше скажете, легкий. English. Вот легкий – это easy. Английский легкий. Опять же, нужна связка. Нет глагол, нужна связка to be. Вопрос, какую форму to be мы выберем? English означает it, поэтому is. That English is easy. I can't say that English is easy. Вот смотрите, обращаю внимание на это. Это как конструкция с модальными глаголами. И на это. Это тоже частая ошибка студентов. Например, я думаю, это хорошая идея. Опять же, если мы с вами скажем, я думаю, I think, это хорошая идея. Там можно сказать, что это хорошая идея. Я думаю, что это хорошая идея. Опять мы говорим, I think that it's a good idea. Можно говорить и без that. То есть, на русском мы говорим, что. Там, I can't say that English is easy. На английском языке часто мы слышим просто без that. I can't say English is easy. Или здесь, то же самое. Мы часто говорим на английском без that. I think that it's a good idea. Но если вы используете, что, то в таких конструкциях, там, я думаю, что и так далее, то мы говорим именно that. Обращаю ваше внимание. I think it's a good idea. Далее. В то же самое время я не считаю этот язык очень сложным. Разговорная конструкция. В то же самое время. Вспоминаем, как это сказать. Это конструкция. At the same time. At the same time. В то же самое время. Я не считаю. Значит, считать что-либо. Там какое-то... Считать что-либо. Это будет consider. То есть, когда у вас какое-то мнение, в смысле считать, тогда вы consider используете. I don't consider. Этот язык, this language. Очень сложным. Very difficult. I don't consider this language very difficult. Почему я именно сделал акцент, что считать в смысле имеет свое мнение? Потому что у нас есть другой глагол. Это глагол count. Когда вы считаете, в смысле у вас не какое-то мнение, вы считаете там one, two, three. Там, например, давайте сосчитаем, соответственно, с одного до десяти. Мы с вами скажем, давай. Вот давай – это конструкция let's. Let's – это конструкция. Давай, сделай что-то. Это let's. Далее плюс глагол. Let's plus verb. Плюс переводится как plus. Let's plus verb. Давай сосчитаем let's count from one to ten. С одного до десяти. Let's count from one to ten. Вот считать – это в смысле там считать one, two, three и так далее. Тогда мы используем, соответственно, count. А считать в смысле мнение, то есть я не считаю, что этот язык сложный, тогда даже consider. I don't consider this language very difficult. Let's plus verb. Let's count from ten. Let's count from ten. Next. Далее. Мне очень нравится, я обожаю изучать английский язык. Я обожаю. Значит, я обожаю. Значит, давайте с вами использовать такой глагол, как enjoy. Будем его использовать. То есть вы можете сказать I like, можно использовать, смотрите, I like. Давайте разберем, как вы скажете с I like. Мне нравится изучать английский. Если вам реально что-то нравится делать, то вы используете like plus plus verb plus ing. Соответственно, I like learning English. I like learning English. Если вам реально что-то нравится делать, мы используем эту конструкцию like plus verb plus ing. Good. Да, действительно, это хорошая конструкция I like learning English. Like plus verb plus ing. Но на практике, если действительно стремиться к уровню среднему и выше, то есть к чему мы стремимся, то вот этот плейлист, на самом деле, возможно, спросите, для какого уровня. Этот плейлист полезен от уровня начинающих и до выше среднего. Потому что здесь очень много конструкций, значит, слов. Значит, я собираюсь почитать слова, чтобы они, естественно, добавлялись все время. Новые и новые. То есть мы сами собираемся разобрать много-много-много слов, но по темам и отработать это. Поэтому у нас была с вами небольшая пауза, но на самом деле посетила такая идея. Значит, с вашей поддержкой сделать еще более продвинутый плейлист для достижения максимального эффекта. Но на практике мы очень часто используем слово enjoy. Приводится как обожаю. Давайте с вами скажем enjoy. I enjoy. I enjoy. Как вы дальше скажете? Обожаю, значит, английский. I enjoy learning English. Нужно запомнить, что мы говорим так же enjoy doing. I enjoy learning English. Это же очень частая ошибка студентов. Okay? It's between these two levels. I can't say that English is easy. Can plus verb. Can't plus verb. I think that it's a good idea. At the same time, I don't consider this language very difficult. Count. Let's plus verb. Let's count from 1 to 10. Then, I like learning English. Like plus verb. Plus verb plus ing. I enjoy learning English. Okay? Good. Next. Во-первых, я это делаю для удовольствия. Во-первых, такую фразу обычно мы используем firstly. Firstly. Во-первых, я это делаю. I do it. И выражение для удовольствия. For pleasure. Firstly. I do it for pleasure. Во-вторых, secondly. Отличные фразы. Secondly. Они преображают вашу речь. Secondly. Соответственно, я учу английский для своей работы. I learn English для своей работы. For my work. I learn English for my work. Также допустимо и стадию потребить. Но стадия обычно, мы с вами говорили, имеется в виду, что в каком-то заведении учитесь. Например, I study English. I study English. At school, к примеру. At school. Or I study English, соответственно, at university. At university. Если вообще в целом процесс обучения может быть не только, соответственно, в школе, в университете. Может, вы только сами занимаетесь. Learn – это более глобально. Я бы сказал. So, I learn English for my work. Okay? Good. Далее. Я надеюсь, что... Давайте берем. Я надеюсь, что... I hope... Что будет that? I hope that... Я надеюсь, что... Мы с вами говорили как раз, помните? I hope that... I think that... То есть, именно that мы употребляем. I hope that... Если я буду знать английский реально хорошо, я найду более лучшую работу. I hope that... Если я буду знать... Если будет if... Я буду знать... If I... Далее, многие студенты говорят так. Используют будущее время и говорят так. If I will know English реально хорошо, really well, я найду, I will find более лучшую работу. Но если хорошая работа, вы скажете a good job. Если более лучшая работа, вы скажете a bad job. И многие студенты говорят так. Но... Но, 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 но... Значит, разговорные речи, опять же, мы обычно используем именно сокращение. То есть, не I will find, а I'll find. То есть, смотрите, это время future simple. Простое будущее время. Образуется will plus verb для всех лиц. Но мы обычно с вами используем сокращение I will find, I'll find. И так же у нас есть важнейшее правило с глаголом if. Такая конструкция с глаголом if. Вы должны знать, что если вы говорите про будущее время, и у вас if, то вы используете настоящее время все равно. То есть, смотрите. Вы говорите future, и future в обоих частях вы говорите. Но вы должны использовать после if, present simple. Но, настоящее время, но никак не future simple. И во второй части вы тоже должны, вы должны уже использовать будущее время. То есть, у вас if делает ограничение на время. То есть, вот так сказать неверно. Да, вы говорите о будущее время. Я буду знать. Но вы должны использовать настоящее время. Present simple. И об этом вы должны сказать. I hope that if I know English really well, I'll find a better job. I'll find a better job. Я найду более лучшую работу. Но вы знаете, что better – это более лучшее. А вообще глагол хороший – это good. Более лучший будет better. И самый лучший – the best. Нужен знать эти формы good, better, the best. Окей, very good. Давайте мы повторим. So, firstly, I do it for pleasure. Secondly, I learn English for my work. I study English at school, at university. I hope that if I know English really well, I'll find a better job. good, better, the best. Future simple. Will plus verb and future and future. If plus present simple and future simple. Окей, next. Я собираюсь улучшить свой разговорный. Я собираюсь. Как сказать «я собираюсь». Вот есть такая конструкция. Собираться что-то сделать. To be going to do something. To be going to do something. Значит, я собираюсь. Мы скажем «I'm going to улучшить, improve». Свой разговорный. My speaking. I'm going to improve my speaking. Далее, грамматику. Грамматичка будет grammar. Словарный запас. Vocabulary. Vocabulary. Письмо. Writing. Чтение. Reading. И навыки аудирования. And. Значит, аудирование будет listening. А навыки аудирования – это фраза listening skills. And. Listening skills. Okay. To be going to do something. Okay. I'm going to improve my speaking. Grammar. Vocabulary. Writing. Writing. And. Listening skills. Значит, моя самая большая мечта – общаться с людьми из других стран. Моя самая большая мечта. My biggest dream. My biggest dream. Вот EST на конце означает превосходную степень. То самое, что самое большое. Это my biggest dream. Далее, сложный момент. Общаться. Многие студенты говорят так. My biggest dream. Смотрите, многие студенты говорят так. Общаться. Communicate с людьми with people из других стран. From. From. Different countries. Из других стран. Нет, различных стран. From other countries. Из других стран. Это from different countries. Из других стран. From other countries. From other countries. Это из других стран. Или from different. Из различных стран. То есть, разных стран. From different countries. Но вот это грамматически неверно, потому что, значит, смотрите, моя большая мечта заключается в том, что... То есть, моя мечта, нужна какая-то связка. Потому что неправильная форма глагола, общаться это to, to communicate. My biggest dream... Но опять же, здесь нужно запомнить, что вот мы используем такой оборот. Смотрите, my biggest dream is to communicate. То есть, форма to be должна быть и to перед глаголом. Ну, давайте еще один пример. Значит, моя цель – выучить английский быстро. Опять же, моя цель... My aim – выучить английский быстро. Значит, выучить английский быстро – это будет learn English. Выучить английский быстро – это устойчивая фраза learn English fast. Опять же, после my aim вы используете... My aim is to learn English fast. Вот такая конструкция. Значит, я рекомендую вам также это работать в упражнениях. My aim is to learn English fast. Далее. Я также обожаю путешествовать. Давайте с вами скажем просто. Я обожаю путешествовать. Вы можете использовать глагол enjoy. I enjoy traveling. Но есть и специальная конструкция, которая означает как обожаю. Эта конструкция называется to be fond of. To be fond of – обожать что-то. To be fond of something – обожать что-то делать. To be fond of something. Или обожать делать что-то. To be fond of doing. To be fond of doing something. Соответственно, вы скажете, я обожаю изучать английский. Значит, форму to be. I – значит, am. Вы говорите, I am fond of. I am fond of. Соответственно, traveling. I am fond of traveling. I am fond of traveling. Я обожаю путешествовать. То же самое и здесь. Смотрите. Можно было сказать I enjoy learning English. Или I am fond of learning English. То есть, и так, и так. Но enjoy очень часто встречается. Fond of – тоже отличная конструкция. I am fond of traveling. Я также обожаю путешествовать. Мы с вами скажем. I am also fond of traveling. Вот почему мне нужен английский. Вот почему. Это конструкция that's why. Вот почему. That's why мне нужен. Мне нужна конструкция I need. Именно такой парады слов. I need English. That's why I need English. I am also fond of traveling. That's why I need English. Okay. Повторяем. To be going to do something. I am going to improve my speaking, grammar, vocabulary, writing and listening skills. My biggest dream is to communicate with people from other countries or different countries. My aim is to learn English fast. I enjoy traveling. To be fond of doing something. I am also fond of traveling. That's why I need English. Ну, друзья мои, я очень рад, что мы с вами действительно запустили такой плейлист. Потому что мне действительно хотелось сделать глобальное, фундаментальное. Вот на вроде нашего плейлиста. Но именно, соответственно, по словам. И, друзья мои, мы это с вами сделали. Значит, смотрите. Я рекомендую вам также посмотреть на нашем втором канале. Я планирую загрузить это только на английском языке. Снимем на канале English Professionally. Также повторяется, соответственно, наш плейлист по грамматике, другие плейлисты. Значит, далее я запланировал, что у нас с вами есть урок английский язык. Есть какая-то интенсивная практика, мега такая нагрузка. То есть, мы планируем, соответственно, урок упражнения, где вы отрабатываете конструкции. И, соответственно, лексику. И я планирую также ввести как раз список подсчет слов. То есть, я почитаю, сколько разных слов в этом уроке узнали. Значит, было запланировано около 100 слов. И, соответственно, буду по возможности писать в следующих уроках, сколько слов мы уже прошли. То есть, мы с вами будете видеть сразу, как бы, если так можно выразиться, убивать нескольких зайцев сразу. То есть, мы с вами будем проходить и лексику, и грамматику, акцент на лексику, и ввести подсчет слов, чтобы действительно у нас было не только там простые слова, но разные слова, чтобы охватить все возможные слова для уровня Advanced. Друзья мои, вот такая задумка. Я думаю, это очень умная идея, но, конечно, с вашей поддержкой эта идея возникла. Поэтому, за это, напишите ваши комментарии, насколько вам интересен данный формат. Значит, любая критика приветствуется, также какие-то пожелания. И, например, если напишите, там, Да, друзья мои, спасибо огромное. И давайте продолжать наши плейлисты. Значит, пока вот наш основной плейлист, соответственно, по грамматике. И вот этот плейлист по словам давайте тоже его ввести. Если вы поддержите, я думаю, мы тоже с вами в режиме интенсива двинемся вперед. Thank you very much, my friends. Thank you.